В этом году в Дни религиозных праздников в Самаре организовали более 4000 автобусных рейсов. Транспорт доставлял самарцев к городским кладбищам и обратно на Пасху, Красную Горку, Радоницу, День Победы и Троицкую Родительскую Субботу. Традиционно осуществлялись перевозки по 8 маршрутам на 4 отдаленных городских кладбища – Рубежное, Южное, Лесное, Зубчининовское. Всего на перевозках ежедневно были задействованы 58 единиц транспортных средств большого и среднего класса. Работа маршрутов была организована по расписанию в экспрессном режиме. Отправление первых рейсов с начальных пунктов в 7 часов, окончание в 16 часов. В этом году мы впервые продлили работу маршрутов на 1 час. Ранее в прошлом году у нас маршруты заканчивали работать в 15 часов, в этом году в 16 часов, в 16.30 были совершены контрольные рейсы. На самых напряженных маршрутах от автостанции «Аврора» до кладбища Рубежное и Южное интервал движения составлял от 2 до 6 минут. Маршруты работали со всеми видами льгот. К оплате за проезд принимались транспортные и банковские карты, карты школьника, студента, а также социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам. Для безопасной организации движения, а также развороты и стоянки автобусов действовали ограничения движения транспорта на нескольких участках по улицам «Авроры», аэродромной Ставропольской и Новосельской. В дни религиозных праздников перевезли 63 846 человек. Социальной картой воспользовалось 69% пассажиров, что больше, чем в среднем на городских перевозках, где этот показатель составляет 41%. Впервые за все время перевозок на городские кладбища не было подан жалоб на качество перевозок. Тем временем исполняющий обязанности главы Самары Владимир Василенко поручил Департаменту транспорта обратить повышенное внимание на ситуацию с регулярными внутригородскими и дачными перевозками. Эта тема, в том числе и выход в рейсы необходимого количества автобусов на ежедневном мониторинге. Я лично в данной конкретной ситуации под эту неделю беру на контроль для того, чтобы посмотрю, как будут сняты автобусы на дачной перевозке. Это плюсом к городским должно быть. Я попрошу нацелить всех работников Департамента на это. И нам нужно на сегодняшний день эту ситуацию во всяком случае хотя бы стабилизировать и снять этот социальный накал. В настоящее время в Самаре работают 46 маршрутов, в соответствии с которыми автобусы следуют по городским трассам, а также 29 садово-дачных маршрутов. В первой декаде июня недовыпуск транспорта составляла от 2 до 6%. Как заявляет компания-перевозчик, одна из проблем связана с высоким износом подвижного состава. Чтобы ситуация не стала критичной, с ноября прошлого года начали усиливать работу ремзоны. Согласно штатному расписанию, 45 сменных ремонтных бригад и к настоящему времени количество персонала увеличено в два раза. Также среди объективных причин, по которым отмечается недовыпуск автобусов, нехватка водителей. Проблему сейчас решают. Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, особенно жителей отдаленных районов, проработаны дополнительные меры. Будут учитывать возможности организации транспортного сообщения по тому или иному направлению, наличие разных видов общественного транспорта на маршрутах. Напомним, ситуацию в сфере общественных перевозок удалось заметно улучшить благодаря решениям, которые были приняты губернатором Дмитрием Мазаровым в прошлом году. Тогда глава региона инициировал выделение дополнительного финансирования отрасли общественного транспорта Самары и ввод новых мер поддержки. Водителям и кондукторам было принято решение увеличить заработные платы. В этом году благодаря усилиям губернатора ожидается партия новых автобусов – 50 единиц. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.